Известный российский бар, поэт и композитор Валентин Виховец. Мы услышали и песни, и, наверное, и стихи, но самое главное, я думаю, что вы будете и вопросы задавать, и что-то спрашивать, что вас интересует, и у нас получится живое интересное общение. Итак, насилили Витя Виховец. Я с вашего разрешения сяду, и вы где-то есть, люди, которого возраст, что ли, одинаково со мной, просто побеседуем. Мне очень приятно, что пригласили в такую библиотеку, это, в общем-то, уникум в Петербурге у нас, чтобы библиотека так свято хранила память о человеке. приятно приходить сюда, и такая аура, асфера, располагающая доброте и соучастие как-то в хороших делах, что ли. Ну, что грех отреть, я представлюсь тогда, я сам ленинградец, родился здесь в 31-м году в Ленинграде, адвокаду был тоже здесь в Питере. живо работал здесь, в этом городе. Песни начал писать давно, с конца 50-х, наверное, годов где-то. Ну и по сей день грешу этим делом, грешу до сих пор. А сейчас только что вернулся с дачи, поэтому как-то еще настроение такое, вы ведь тоже все с дачи, наверное, вернулись? Ну вот, я как-то в молодости очень много занимался и туризмом, и подводным спортом. Сейчас занимаюсь горными лыжами, в горы езжу, катаюсь, учу людей кататься на горных лыжах. Из вас кто-нибудь в молодости туризмом занимался? Да. Задумались. Ну тогда будет понятно. Вот я, наверное, тогда познакомлю вас с такой песней, которая написана давно, до 60-ти лет еще когда-то. Есть речка Луга, знаете, дороги на Псковщине. Знаю. А я там много лет проработал от нашего института, там был пионерский лагерь, я там около 30-ти лет, наверное, каждый лет и выезжал работать в пионерский лагерь, начальником пионерского лагеря. Такая работа до сих пор, по ночам, когда просыпаешься, мурашки по спине бегут. А молодость прошла на Карельском перешейке. Есть такая река сестра, знаете, да? Знаю. Вот. Как-то получилось так, что у меня две песни сошлись в одной реке. Две реки сошлись в одной песне. За лугой, за лугой, за лугой, за лугой. А мне вспоминаются горы и дырые. Над речкой стерила костра сизы дым, Когда ж это было, я был молодым. Над речкой стерила костра сизы дым, Когда ж это было, я был молодым. Вот так уже трещали паренья в костре, Мрозы встречали на речке сестре. Делка и сладко пахла травой, Стояла палатка над самой водой. Мы были довольны брезентовой крышей, А помнишь, при воле осень и рыжий Росок в паутине, в березовой роще И стаи утины разрушистой рощи. И стаи утины разрушистой рощи. За лугой, 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 А мне вспоминаются горы и дырые. Плывок над самой водой. Добро это вы, я был молодым. Плывок над самой водой. Вот такие вот песни. Я где-то до 60 лет считал, что палатка Это то, что надо. В любом месте поставишь, в любой место Переберешься. А в 60 лет я так сменил резко Жизненное такое восприятие. Построил дом на берегу озера Под Ленинградом, по дороге на Псковщину. Выкопал колодец, около крыльца Рябину посадил, клен посадил Любимое мое дерево. Ну, как тут было об этом? В песне не написали. Я построю в старости Дом свою оконницы У крыльца по осени Рябину посадил Птицы перелетные На ночлег попросятся Я им кровь у озера На ночь предложу Птицы перелетные На ночлег попросятся Я им кровь у озера На ночь предложу У трупа налетит птиц, разноголосится, Стая беретная встанет на крыло, Тая у околицы, если душа не бросится, Отлетает встаю, не было прошло. Я живу в околице, и в свет душа не бросится, Отлетает встаю, не было прошло. Опусти минутину, салоном накроется, Что поделать, милая, холода грядут, Синим зимним вечером, чем сердце успокоится, Погадай на картах мне, не сочти за труд. Синим зимним вечером, чем сердце успокоится, Погадай на картах мне, не сочти за труд. А говоря о старости, так нам ли беспокоится, Погадай на картах мне, не сочти за труд. Погадай на картах мне, не сочти за труд. Мы растопим и печь с тобой в доме у околицы, На огонь из прошлого молодость зайдет. Обычно я перед молодыми извиняюсь, А здесь вот собрался народ такой, Что тут, в общем-то, как-то мы должны понять Друг друга по возрасту. У меня домик на околице построен, Маленькая деревенька, такой небольшой. Сейчас она, правда, разрослась уже, деревня. Но когда начинал строиться, это было более десяти лет назад, Когда мне шестьдесят был, сейчас уже семьдесят четыре. Ну и вот вспомнил, как все-таки вот со временем начинаешь Воспринимать жизнь совершенно по-другому. То, что раньше казалось таким никчемным, На что внимания не обращал, сейчас стало знаково и значимо. И наоборот, из-за чего нервы трепал, переживал раньше. Теперь кажется таким пустым и мелким. Я к чему разговор этот завел в октябре месяце? Не этого года, до этого еще было. Выхожу на крыльчко, рано утром только рассвело. Трава в изморосе, вся заледенела. И у самого крыльца стоит одуванчик. Не облетел до октября месяца, стоит таким хрустальным шариком. И я вот так подумал, ну вот будь это по молодости, На это бы даже и внимания не обратил. Ну, цветок, цветок и дело с концом. А здесь вот все-таки в голове попалось, Что вот достоять до октября месяца, И не облететь по жизни, остаться самим собой. Я написал такую зарисовочку, послушайте. ПЕСНЯ 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 НЕ ОПЛЕТЕВШИЙ АДУЛАНЧЕК А дуланчик хрустальным шариком втроек. Не облетевший а дуланчик хрустальным шариком втроек. Ну, чтобы еще спеть такое приближенное к нашему состоянию души по осени, я вам, пожалуй, осеннюю вещичку свою покажу, написанную тоже у меня там за околицей. А дуланчик хрустальным шариком втроек. Начался в каутине лист, облетевший нытром. В мокрых травах ветосты, в лесу притихший путроек. Уже листы, зеленый дым, осенний трон, позовутый по мхам курчалый. И седый лосиный след идет в погоду. Там, где бабульни пахнет телом, где глухариные следы. Стоит сентябрь. Стоит сентябрь. Стоит сентябрь. Стоит сентябрь. Стоит сентябрь. Стоит сентябрь. Зеленый демонстратор. Стоит сентябрь. Вы знаете, я турийцем. Свои-то песни поюсь с трудах. Да, и чужие нерискую потому как исполнителя из меня никудышный. Так что не обессудьте, сегодня вы уж меня послушаете. Одна из песен, написанных давно молодым, может, кто-то ее даже и слышал, особенно те, кто в свое время в походы ходил. Я бы сказал тебе много хорошего В тихую лунную ночь у костра В сергами озера Звездная Кнушева. Я подарю тебе вместо линца Бархатом трав лесных плечами И унесу в тебя Млечную дам, Чтоб не искала встречи со скукою, Звонкою радостью гнала печаль. Песнюю теплую стужу развею, Чтоб оттаяли искорки глаз, И расскажу тебе, если сумею я, Как я люблю тебя Тысячу раз. И расскажу тебе, если сумею я, Как я люблю тебя Тысячу раз. Вот такая песенка. Я в голове всю жизнь не пою. Ага, ну очень хорошая песня. Такая-то внешняя песня. Мы ее знаем. Да. Или просто даже продумать, что Алантера умеет. Ну вот. Ну и одна из песен тоже написана давно, Но я как-то за нее и даже в последнее время Все чаще и чаще начинаю прятаться. Написано о возрасте, Ну как-то описалось, Еще кокет течет. А теперь пришел к выводу, Что сам для вас такие песни петь. Мокрый клён за окном, Трочь дождя до стекла, Вы зачем облом Песню дарите мне? Кто сказал, что я задал, Что мне внук не поднял, Что я с песней порвал, Что рюкзак не собрал. Кто сказал, что я задал, Что мне внук не поднял, Что я с песней порвал, Что рюкзак не собрал. Уложу в рюкзаке, Что хранил и спел, Что подарено мне От озера дорогу. Небо синего-синего, Скал слепящий оскал, Сроки мне отодвинь, Я свое не сказал. Небо синего-синего, Скал слепящий оскал, Сроки мне отодвинь, Я свое не сказал. Мокрый клён за окном, Срок дождя на стекле, А вы зачем, бабло, Песню дарите мне? Кто сказал, что я задал, Что мне внук не поднял, Что я с песней порвал, И что рюкзак не собрал. А вот когда уже справлял свое семидесятилетие, То у нас как раз был, Есть такой клуб Восток, знаете, да? Он был в Газа, теперь он Наэродромный гель, Четыре, то есть наэродромный четыре, Он существует, живет, И все нормально, по понедельникам собирается, Если у вас есть свободное время, Приходите там, послушайте, Что поют линчи там, Каждый понедельник у нас, 19 часов начала, Проходит гитара по кругу, Приходят те, кто хочет попеть Или послушать, Сидим, общаемся, Знакомим друг друга со своими песнями, Так что, Мирости просим, Наэродромную четыре, Это рядом с метро, Ну, да, Нерзкая недалеко идти, Пять минут всего. Ну, да, Год по поводу семидесятилетия. ПЕСНЯ 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 Община, нищета, Получили мы все за них сполна, Оплатили мы все счета. Снеги, липы и лед, Тихо-разною, хрустнуло веткою, Пчаще лось, Жизнь прожили мы ненапрасно, Что-то сделать нам удалось. Это было бы, что у нас жизнь прошла как-то кое-как и никчемно. А на самом-то деле ведь сделали мы все-таки в жизни что-то, За что не стыдно, в общем-то, сейчас смотреть детям своим в глаза. Так что, думаю, мы не зря жили, ребят. Это осенью сижу на колечке у себя на даче. Внуку было четыре годика. И он меня спрашивает, Дюля, а ты вообще в курсе? Я говорю, в курсе чего? Ну, вообще в курсе. Ну, я говорю, ну, наверное, в курсе. Он говорит, ну, тогда пойдем в наш садик, Съедим по яблочкам с нашей любимой яблонцем. А у меня единственная яблая, которая дает яблоки Уже в начале сентября. Остальные-то поздние такие сорта, я не знаю даже, какие сорта. А вот эта яблонька у нас такая, мы на нем кругу молимся. Они очень сладкие, вкусные, медовые такие яблоки. Но хранить их нельзя, вот, они быстро очень портятся. Ну, вот к вечеру, когда после нашего с ним разговора появилась вот такая зарисовка, послушайте. Мы собираем яблоки с нашей любимой яблоки сетяброй. На дворе Листья у нашего клёвого света, медно-зелён, сетяброй на дворе. Ласточки избились стою, в небе в высоком танец, сидя на дворе. Славная эта штука, сидеть на крылечке с внуком, Смотреть, как листву играя, сидя на дворе. Вот такие вот, ну, может быть, это покажется сентиментальным как-то. Ну, вот весной, например, у меня два гнезда ласточкиных под крышей. У всех на деревню прилетели, а моих нет. И знаете, как расстроился. Думаю, что такое, а что испортилось совсем в доме. Внизу уже внукчик, привезли его на тачу, всё. Внукчик, реплика и таро. Гнезда пустые. Я так расстроился. Неделя прошла, полторы прилетели. Ну, видно, где-то задержались, что ли. Я сразу так успокоился. Ну, естественно, без песни не обошлось на эту тему. Тени ласточек надо мной, Как крестом осеняет мой дом. Блеск озерной воды, летний зной В этом доме с птенцами живем. И как музыка слышит их журчанье под крышей. Мы птенцов своих пестуем вместе, Нашим умыслом птичьим сроком. Как весенние светлые вести Их прилет в артимайские дни. Их прилет, как примета Безмятежный рост летом. Ветром с озера за пудня А дуланчики муга мело Наши ласточки молодня Ставят гуси на крову Листопадами сентября И молитет за моря Лето кануло, пали снега Опустел под крышей гнездо Только чудница издалека Ожидание тихий вздох Отголоска лета А в стужу память согрета В этом году я продолжу эту тему В июле месяце Видели, как птенцы Начинают вываливаться из гнезда И идут в первый полет Ласточки Перед тем, как вылететь Они боятся И вот те, кто уже летает Родители, другая стая По деревне шастает Они подлетают к гнезду И начинают вниз падать до земли И снова поднимаются Штук по 10-15 ласточек Сразу к гнезду подлетают И вот вытягивают из гнезда И потом самый смелый первый Бросается, как холодный Вниз Над самой землей выравнивается И начинает уже правой стоить И вот так быстро Сзади и за другой Они уже все на крыле стоят И я подумал Вот так и наши дети Выросли Мы их вытянули Ну а сами остались, конечно Ждать и думать, чем все это кончится Ну не написать об этом Было уж понимать Сейчас только вспомним Этот обычный ненок Вижу в июле опять Ласточки учат птенцов Гнезда свои покидать Ласточки учат птенцов Гнезда свои покидать Встали птенцы над рывом Как ждали мы этих минут Гляди-ка, и дня не прошло А как уже травы стригут Гляди-ка, и дня не прошло А как уже травы стригут И за великорусел Снуют в небесах сорванцы Глядишь, через пару недель Гнездом я покинул птенцы Глядишь, через пару недель Гнездом я покинул птенцы Вымахал клён за окном Как скоротечен наш век Том и ласточки в нём Ну, чем ещё жив человек Том и ласточки в нём Ну, чем ещё жив человек С глостью смотрю в небеса Их закрываю окном Я полетел в небо сам Да вот, увы, не дано Я полетел в небо сам Да вот, увы, не дано Вечер зажёг над порогом Раннюю в небе звезду Не позабудь, ради Бога Дорогу к родному гнезду Не позабудь, ради Бога Дорогу к родному гнезду Тихо надеюсь, что дети Ну, я так уж много пою и говорю А от вас ни при чего Вот, хотя бы слово какое-то услышать Есть какие-то вопросы, сомнения Или что-либо такие, предложения Кто вы по специальности? Вопрос такой По специальности я сейчас Глубокий пенсионер А занимался в молодости Я сам посмотрел на биографию Николая И где-то жена моя Петрова Он говорит, что Слушай, как похоже Ты в сорок семьом году в ремесленное училище пошёл Я в сорок семьом году поступил в ремесленное училище Кончил в сорок девятом Потом армия Пять лет в армии послужил Потом вернулся опять на завод Работал слесарем-механиком Потом поступил Работал в институте микроэлектроники много лет И партийная организация в своё время Я ещё был не членом партии Послала Каждое лето меня в пионерский лагерь Работать Воспитывать детишек нашего Сотрудников нашего института А так вот По жизни Много занимался туризмом, альпинизмом, подводным спортом Сейчас до сих пор катаюсь на горных лыжах Стараюсь всё-таки как-то поддерживать себя Вот так Нигде ничего серьёзного не добился Везде Так на уровне дилетантства Но всё удалось пощупать, посмотреть, пообщаться Песням благодарен только за то, что они меня свели вот С большим кругом знакомых, друзей, товарищей С которыми до сих пор считаю Самое такое ценное это приобретение Это вот дружба людей, с которыми я знаком И вот общаясь с людьми на вступлениях Я не считаю это концертом Нет, это просто собеседование какое-то Общение такое И вы даже не представляете, что я от вас Вот Чай Я такой Вампирю так немножко от вас энергетически подпитываюсь Спасибо вам за всё Что вот за ваше внимание За вашу доброту и расположенность ко мне Спасибо вам Есть ещё какие вопросы? Учились вы на гитаре играть? Нет Учился, конечно Как учился Профессионар Профессионар В 51-м году я в армии был призван Служил в Германии А там за забором всё За колючей проволокой Городок военный Ленская комната была Поменьше вот этих вот у нас В колку Там на стене гитара висела Ломаная Я её починил Колки сделал Начал играть на ней Ну как играть? Сижу, дёргаю Старшина Дня два-три слушал меня Потом говорит Уйди отсюда куда-нибудь В курилку иди А курилка это на улице За дворе бочка закопанная С водой Вокруг лавочки сидят Солдаты курят Я там сижу Дёргаю Солдаты ребята По взводу Говорят Уйди отсюда Уже надоело Достал сколько можно Я ушёл В спортивный городок Брусья параллельно Знаете такие? Вот я сижу на этих брусьях И пою потихонечку Бурнеса пел Очень любил До сих пор люблю его исполнение Его песни Которые там звучали Помните «Тёмная ночь» Шаланды полные кефали Ребяты Сидю На брусьях играю Ещё подходят ко мне Ребят из моего взвода Садятся на брусьях Подпевают Крой лечить у нас было Поём А потом один из них говорит А что мы здесь сидим Пойдём в курилку Приходим в курилку Уже весь взвод Сидит Поём Старшина мимо идёт Что делаем? Поём старшина? А что здесь? Ну-ка идите в ленинскую комнату Так вот я на себя научиться играть Ну потом сам учитель себе приобрёл И так Но он не кончал никаких музыкальных К сожалению А песни когда вы стали писать? А песни начал писать Вы знаете Вот по сравнению с тем Как сейчас пишут Сейчас Школьники уже начинают писать Да где школьники? У меня внук Ему сколько? Пять лет Шестую идёт Он уже песни пишет И провожал меня тут Уезжав с дачи Я оставался на даче Он говорит Дедуля Ты тут остаёшься Напиши песню Но только весёлую Вот я там старался писать весёлую песню А вообще-то начал по тем меркам В пятидесятые годы у меня уже был В общем-то Зрелый человек был уже за спиной Была и трудовая в общем-то жизнь и армия И потом приходилось много по работе ездить В экспедиции в походы Всё это видел Всё седало внутри А приезжая домой Хотелось поделиться со своими ближними Рассказать Как всё это выглядит Ну начинал-то я честно говоря Вот даже не с песен А такие что ли зарисовки какие-то были Вот Послушайте вот например вот такая вещь Она не претендует на роль ни песни Содержание в ней Какого-то смыслового жанра было Нет? Позвонивает тиший юльский колокольчик Расправляя пальцами рассвета лепестки Заря молитвы Плащ около околицы Навстречу сорок зубы Бросить спешить Пьют утренний тувак Стревоженный их гор Звук рущейся травы На замшевых губах И первая пчела Пускается в погоду За солнечным лучом На клеверных лугах Лежу за ворожан На рассветной грёбке Вдали от нервных городов И не понять Ну, где ж я дома В асфальтовых краях Или здесь Среди лугов Позвонивает тиший юльский колокольчик Я встал Вот такие вот Зарисую Я с ним не снимаю Ну а потом уже появились более серьезные что ли темы. Много лет назад уже прошло, как я написал песню о том, как находился здесь во время блокады. Ну, кто-то из вас должен помнить, что во время блокады на фронт ходил трамвай из Новой Делевни, Тройка. Трамвай ходил в район Средней Рогарки. Помните? Помню. Ну и вот я так на фронт провожал своего отца. На фронт трамвай уходил. Кофер, мат, платок плечом, а не ладонью задавил. Держись на ногах, сынок, крест на крест, бумагой, окном, сирены, простуженный хрип. Зимой пришло письмо. У средней загадки погиб. А голод был, как мороз. Потом весна, да беда. А я все не верил всерьез. И письмо ждал от тебя. В школе на карте флажки. Самый большой Берлин. Годы войны прошли. И нет ни тревог, ни руин. У матери муж другой. Сказала, мол, жизнь и жизнь. И в церковь за упокой. Бога, ты не снись. Мне уже тридцать пять. Я старший тебя, отец. Я внучку твою гуляю. Вожу, где свистел свинец. Сейчас там дома, дома. Сейчас там сады, сады. И внучка уже сама Тебе собирает цветы. На фронт, трамвай, уходи. Двадцать пять лет назад А я ничего не забыл. Цветы на могиле лежат. Вот. Это написано давно, но я даже не меняю те даты, года, как было. Так оно все осталось. Ну, любимые авторы у вас есть, допустим? Вот. 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 Вера Избер. Ну, я вот, честно говоря, по стихам, я имею в виду. Вот. Вот. Николай Рубцов, очень величный поэт. И Сергей Есенин. Лермонтов. Тючев. Очень же много. И они прямо так трогают. Вот. Тючев сказал, полевая Россия довольна. Волочиться сахой по полям. Нищету твою видит больно. И березам, и тополям. И все. Меня уже задело. И я тут же нашла его стихотворение. «Край ты мой заброшенный». И оно у меня легло. И просто, слава богу, получилось. Понимаете? А у Тючева Денисевский цикл. Там гениальное есть произведение на годовщину. Вот бреду я вдоль большой дороги. В тихом свете гаснущего дня. Тяжело мне. Замирает ноль. Друг мой милый. Видишь ты меня? И так далее. Вот. Последняя любовь. Вот эти вот так. Не трогают вас? Ну что значит не трогают? Я… Всех, кого вы перечислили, я читал. Это меня трогает. Но мне так хочется сказать свое. Понимаете? Свое. Я не претендую, например, на музыкальную свою способность, чтобы на чужие стихи написать музыку. Испеть. И наоборот. Понимаете? Я беря какие-то слова, беря какие-то слова и пишу музыку, например, на чьи-то слова. Мне не хватает не то, что наглости или смелости. Понимаете? Использовать чужие слова на какую-то свою музыку. А когда я сам и то, и другое, и пишу слова, и пишу музыку, то с меня взятки гладкие. Понимаете? Вот если вы меня видите, вы меня слышите, значит я такой и есть. Ну вот по этому поводу я могу вот что спеть. Песня написанная весной. Здесь есть что-то страшное. И май месяц. Вот я не знаю, кто-нибудь из вас помнит, вот несколько, два или три года назад это было, но был май соловьиный, ну засилье было соловьев. Вот обычно у меня соловьи всегда по ясне на околице поют, но такого засилья я не помню. И вот я среди ночи взял магнитофон под вышку, вышел на опушку леса и записывал соловьев. Утром уже когда проснулся, прослушал, что там было, ну осталось вот какие-то слова найти и все остальное сказали соловьи. Выйду за курицу и по лесу пройду, Послушаю, как молятся соловушки за Русь, Моя надежда грешника не рукотворный спас, Соловушка в орешнике пулится за нас. Моя надежда грешника не рукотворный спас, Соловушка в орешнике пулится за нас. Пока он заливается, коленца выводя, Порость, братцы, не кончается, Пусть что не говорят, Не взгод и бед немерено, А пока нам ведь не впервые, Еще не все потеряно, На Руси святой. Не взгод и бед немерено, Так она ведь не впервые, Еще не все потеряно, На Руси святой. Даже дико заморозили, Как же дико льют и льют, Все реже на Руси соловушки поют. Болит, болит головушка, Но как бы сохранить Песенку соловушки серебряную мыть. Болит, болит головушка, Но как бы сохранить Песенку соловушки серебряную, Выйду за ту лицу И по лесу пройдусь. Болит, болит головушка, Болит, болит головушка, Болит, болит головушка, И по лесу пройдусь. Конечно, Всех, кто пишет, Тех, кто сочиняет, Нужно читать, знать. И не забывать. Но и иногда хочется самому что-то сказать. Поэтому не обессудьте. Ну что у кого еще есть какие вопросы? Владимир Владимирович, а вы семиструнки не изменяли? Я? Нет. А что? Да, ну вот, я как-то приверженец остался. По поводу семиструнки. Сколько лет и сколько зим. Вот и до нас, добровой старости, Давай с тобой поговорим. Моя подруженька, гитара, С тобой повязаны навеки. Высокопарных слов здесь нет, И как царапины на дыре, На сердце шрадовых лет. Бывали мы и не в ладу, Об этом стоит сожалеть, Но на двенадцатом году Звучало и все даже сожалеть. Менялись нравы времена, А мы по-прежнему с китайцами, И не фальшивила струна, Когда твой гнев ласкали пальцами, А был лишь шар всего до фальши. Где грань неведомая та, Пусть нам сопутствуют и дальше, Полуночных в день маятах. Да мы с тобой уже не юны, Как говорится, без ребра. Давай оставим те же струны, Еще не стерлось серебро. А что вы спросите? Я хотела спросить, Чтобы вы что-нибудь еще спели Вот из ранних своих песен, Хотя бы вот одно. Про любовь. Про любовь. Нет, любые летные песни, Только от жизни. О птицах. Понятно, что вы сейчас все понимаете, Вот как подводите итог. А просто вот интересно, Что вас тогда волновало? Что меня тогда волновало? Вот сорок лет назад Я с командой подводников Своих ребят в институте Ездил на Соловьевские острова. Вот Наташа что-то сказала. И там была написана песня, Так называется, на Соловьевских островах. И прошло 30, наверное, с лишним. 37 лет прошло. Я получил оттуда письмо с Соловьевских островов. Там музей-заповедник. Очень хорошее место такое. Сейчас там музей сделан. Музей-заповедник. И там же сейчас в Кремле Находится монастырь мужской, действующий. Край, конечно, преобразился очень за эти годы. Я имею в виду Соловьевские острова. И те далекие времена, когда Соловьевские острова считались тюрьмой, ГУЛАГом и прочими делами. Это уже, в общем-то, всё Каново в лету. Сейчас там живут люди. Работают. Это для их родины. И там во время войны там был Центр подготовки ЮНГ Балтийского флота. Там военная база наша была. Ну, короче говоря, я получил приглашение На празднование 35-летия музея-заповедника. Оказывается, там 35 лет каждый день по местному радио. Включают эту песню. Нашли автора в Ленинграде. Нашли мой адрес и пригласили меня туда. Ну, как было, мне самому не порадоваться, что твоя песня уже 35 лет звучит каждый божий день. Ну, я, наверное, вот её сейчас есть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот такая песня. Там работает бывший насквич, много лет уже живет, зовут его Петя. И когда я впервые с ним познакомился, он мне рассказал такую историю. Живяющий в Москве, он сватался к одной девушке. Они трижды подавали заявление, там ведь надо месяц ждать, по-моему. И они трижды подавали заявление, и трижды ругались, не успевали вот три месяца выдержать. Но он плюнул на это дело и уехал на Славки жить. Живя на Славках, познакомился с этой песней и прислал кассету этой девушке. Она послушала эту кассету, письмо его почитала и приехала к нему на Славки туда. А он работал тогда зам председателем поселкового совета, ну вроде власть. И он взял, не откладывая на месяц, сразу все это дело оформил за один день. И вот они там уже живут 15 лет, у них семья благополучная. И он вот, по-моему, эту песню-то и крутит каждый день. Не потому что она появилась так. Ну что вам еще такое про любовь хотите, да? Да, можно просить? Пойдем. А это, наверное, Ветер виновен всего виновен? Да. Так много, Ветер виновен? Нет. Сколько есть? О чем? Про Ветер. Про Ветер. Про Ветер. Про Ветер виновен. Да. Ну вы знаете, сейчас столько песен… Это Генка. Генка. Вот заставь меня сейчас песни писать, это я уже как на автомате уже доживаю свой возраст, поэтому сменить уже нельзя. Образ жизни это стало, песня пения. А вот раньше, если бы меня заставили петь, при том обилие песен, которые сейчас существуют, ни в жизнь бы не стало. Сейчас на любую тему можно найти песню. Пишут столько, что засилье песенное, так что нам повезло в 50-е, когда был такой называемый что-то песенный голод. О, Владимир Иванович, а в прошлый раз кто-то из Кобасов или Евгента спели три песни в ряд ваших. Человеков хороший, что-то еще. За окном мы им зима. За окном мы им зима? Да. Вот жалко, что Саша сегодня не смог сюда приехать. Это очень хороший исполнитель. Вы его позовите. Он знает очень много песен. Кстати, на слова Рубцова он знает песни. Очень широкий у него ассортимент песен. Диапазон у него творческий очень большой. Пригласите его, ребята, не пожалеете. Это очень хороший человек. Один из лучших исполнителей не только у нас в Питере, но и вообще в России. Очень музыкальный и очень хорошо чувствующий вот фактуру авторской песни. Владимир Иванович, Кобасов или Кобаси? Кобасов. Тут произошло сайт. По телефону давали информацию. По телефону информация была она. Так что еще? Вопросы есть какие-то? Мой хороший. За окном. Песни за окном. Песни за окном. А вот я, честно говоря, до сих пор не могу понять различия песни, текста песни, как принято говорить. Текст песни и стихотворения у меня, честно говоря, не укладывается. Разницы я не вижу. Правда, не все стихи поются. Это другой разговор. Что не каждое стихотворение можно петь. А вот сейчас появилась масса людей, которые являются как бы композиторами. Они берут чужие стихи и пишут песни. И исполняют их публично. И вот люди теряют чувство мира. Вот не каждое стихотворение можно спеть. Есть великолепные стихи, которые не поются. А вот песня, она, в общем-то, претендует в своем тексте на простые стихи. Они более певучи. И воспринимать их в сочетании с музыкой намного легче. Чувства сегодня. Да. Они дают определенный настрой по звучанию своему, по звучанию слова. Чем проще слово, оно более знаковое становится. И быстрее его воспринимаешь. Но это меня уже полез в кухню. Я после Купсова эту песню петь не могу. Есть ряд песен, которые я уже вообще не пою. Они вот в свое время сделали выру. А, кстати, кто-нибудь из вас был в выру? Дом экстенционного, смотрите. Ну, конечно. Были, да? Были. Были. Были, да? Такая я с этой песенкой познакомлю. Как и нынче ветры. Ветром и сыром и впрямь осенним пора. Но, слава Богу, вот и выра от незнакомого двора. Входите с вашей подорожной, К огню садитесь так теплее. Ходите чаю, пуншу можно, Смотритель смеет лошадей. Вот вам на лавках сударь бедеста, Ночь скоротайте, с вами Бог. Привычно вас смотритель крестит, С утра вам сударь далеко. В углу за пёстами, за навесками, Мелькает девичий наряд. И взглядом робким, полунецким, На вас украдкой глядят. Западный свет, в углу утеплится, В печи давно огонь не погас. А рядом в маленькой светлице Гадает девичий наряд. На картах выпала дорога, И к даме пик любовь навек. Ещё не скоро вам, ей-богу, Упасть лицом в январский снег. И вот по вашей, по дорожной, Скрип гусиного пера, Что ж всё готово, ехать можно, Кивитка полная пора, Как венчевитная и сыро, И впрямь осенняя пора. И я иду за вами, Это всё, как это заявили, Это вот, сидит всё. История, у нас вот, видите, такая бригада. Мы сами себя записываем, сами себя по спине гладим. А, и туда мы приехали тоже, командой такой большой у нас Саш Купцев, кстати, был тоже а туда пригласили нас с учителя день учителя был в прошлом году и учителя, они говорят вот они там сидят на какой-то мизерной зарплате, там они на дотации ничего подобного, они заказали себе день учителя провести в доме дистанционного смотрителя там великолепная комната, большая такая в которой якобы должны отдыхать приезжающие кто едет пока лошадей меняют, они отдыхают или ночуют, там довольно такая хорошо обставанная гостиная такая клавесины, там стол красного дерева стоит, хрусталь и вот они этот стол накрыли еще 30 учителей, школа там очень хорошая, в рождественной очень школа великолепная, там очень хороший коллектив учителей и вот они справляют день учителя ну и попросили директора музея, заповедника вот этого домик дистанционного смотрителя пригласить вернее она догадалась пригласить нас попеть песни этим учителям ну приходим туда действительно там так нервично, все так хорошо а нас тоже 6 человек нас тоже кормить надо а там вот кто был, были там, да? и вот там, знаете, когда входите такая людская, большущая печь русская такая, на печке там баян лежит, балайка лежит там хомуты висят куплишь висит по стенам и здоровенный стол такой дубовый большущий на нем трехведерный самовар стоит и контовая такая посуда расставлена миски глины такие все и вот нам вот эти миски местные девушки ну девушек там все они на пенсии там эти ну для меня девушки и они нам грибочков своих соленых принесли, там огурчиков они все, кто живут в этой выле они там и работают смотрите довольно все так по-домашнему вот они на этом столе наложили огурочки, там грибочки в штоф водочки поставили и вот мы сидим, наливаем на шесть человек за венчистским столом за этим попиваем а музей-то работает днем все это происходит народ ходит, экспонаты оглядывает там с улицы приходит, смотрит экспонаты сидят, выпивают значит у нас так это там состоялось ну и еще одна тогда песня написана уже о грибочке о грибочке да а грибочке-то а как вы запомнили это Сашка хорошо рассказывает про эти грибы я вот даже кто-нибудь принимает всерьез сыроежки из вас? ну, принимаем ну, я вообще никогда не принимал всерьез сыроежки, всерьез это не гриб это прямором объеме грибов в моих краях, где я живу а тут выставили на стол сыроежки во-первых, они сделаны соленые, ну, белые совершенно осветленные вот цветы сыроежки, белые, но как белые грусти равно хрустящие, твердые и рецепт, вот, жалко я не запомнил Саша Копсов, он, вот, вы его позовите он вам расскажет рецепт приготовления ну, очень какой-то простой ну, так что вы еще рассказали не рассказывали зовите, расскажем я вам тогда о другом музее расскажу еще вы тоже в нем, наверное, бывали в городе Кушкине есть дача Китая знаете, да? вот, я там бывал несколько раз в этом музее в одном из концертов Александра Городницкого во время поездки в Питер сюда, когда он приехал его пригласили выступить в этот музей и мы с ним ездили туда послушать и пообщаться с сотрудниками этого музея музейчик очень камерный, маленький, знаете, там и вот по окончании концерта уже поздно вечером нас повели оказывать еще раз всю экспозицию на второй этаж, вот, где у него кабинет с этим вот балконом с таким вот эркером луна уже светила время было уже 12-й час ночи и вот на меня как-то произвела такое неизгладимое впечатление та поездка я долго на себе места не находил пока вот не появилась вот такая вещь Луна Луна Вот это улица, дрожки отпущены, Встречные охотно кивнёны головой. Каждый вам скажет, где живут Пушкины, Дачи Китая, дом у головой. Крутые ступень, мы входим в прихожую, И каждый из нас в этом доме притих. Век настоящий с прошлым так схожим, Что мы невольно путаем их. Простите меня за невинную шалость, Я в руки старинные взял часослов, И всё перепуталось, и время смешалось Под звонами водичных каминных часов. Ах, осторожней, не хлопните дверь, Хозяин привёк на часок отдохнуть. Домой возвращаюсь, транспортом еду, Справа микробом будка горит. А я ещё с вами тихо беседую, Под сердцем ломпадка горит. А я ещё с вами тихо беседую, Под сердцем ломпадка горит. Горит. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, Владимир Иванович, Татьяне России не громадное спасибо. Я за вашим творством слежу очень внимательно. По вопросам очень заметно. Сместеление я, конечно, на газа был. И в прошлое тоже было. Дело в том, что, знаете что, вы пришли к библиотеку в Сула. Да, я, кстати, вот. Вот знаете что? Еще не окончил, что я хотел сказать. Есть у меня. У меня самое любимое стилетворение у размытой дороги. Но есть замечательная же книга, вот эта, да, у вас, вы, наверное, знаете. Эта книга, принимали участие Гречика, заслуженный мастер спорта Масловский, Фрэнкель, если я буду перечислять, и Андреев, литература Вет. В этой книге и вашей, ну, это лучшие бары. Так что, среди них есть, ну, четыре ваших лучших. Есть книга, которые вы исполнили, впрочем. Есть такое дело, единственный бард, который написал на Рубцова стихотворение в размытый путь. Ну, вы знаете, он пошел вообще. Он с десяти стихотворений собрал по строчке. Вы имеете в виду Дулова, имеете в виду? Дулова! Александр Дулова. Вы знаете, нет такого сихотворения, разумения. Значит, мне хотелось бы, Валентин Иванович, вы сможете, чтобы слова, чтобы вы писали, судьи приехали в следующий раз. Ребят, мы уж на эту тему говорим. Я не считаю себя таким музыкально, что ли, одаренным, чтобы писать вот на стихи классика. Есть градация такая, я вам объясню ситуацию. Авторская песня, она, в общем-то, ничего, что я вас... Авторская песня, она предполагает, что человек, который пишет стихи, на них пишет музыку и исполняет. Это является как бы полным автором-исполнителем бар. И все с этого и начиналось. Но постепенно авторская песня стала видом искусства. Как ее не бодали, как ее не пинали ногами, не затирали, она все-таки выжила. И стала видом искусства, и уже против этого никто не возражает. И как любой вид искусства, она стала разновикой. Появилась масса людей, например, которые пишут на чужие стихи, так называемые композиторы. Возьмите Никитин Сережин, Берковский, к сожалению, покойный, Саша Дулов, Суханов. Великие композиторы, которые очень хорошо писали музыку на чужие слова. Женя Клячкин. Женя Клячкин. В основном потом стал писать свои. Он тоже начинал с Кузьминского и с Бродского. И появились, мало этого, появились еще люди-исполнители, которые просто исполняют. Вот, например, возьмите Сашу Копысова, например. Он просто исполняет чужие песни. Великолепно исполняет со своей трактовкой, со своей аранжировкой. Это тоже вид искусства. Поэтому я по старинке остаюсь старым человеком. Классический такой жанр. Так что я не буду и даже и пробую. Я хочу, чтобы не закончите, я хочу в библиотеке Вашей скромно принести первую книгу, которая благодаря фонду Валерия Грушина вышла и составители Наши Питер, Ся, Великаны. Это моя книжечка с моими рисунками. Я тоже графикой занимаюсь. А это моей дочке-лисунечке. То же самое, но только иллюстрации разные. Вам для тех классов. Если кого интересуют кассеты, диски или книжки, вот здесь подходите, посмотрите, что-то. Я думаю, вы получили колоссальное удовольствие. Потому что Ваш стиль, конечно, это Ваш стиль. Это очень индивидуальный и действительно запоминающийся. Спасибо. Действительно, вы лучшие, один из лучших российских базов. Это Ван, а это Али Левитан, которая организовала эту встречу. Да, и я думаю, с таким встречным... Спасибо, Ивана. А следующий встреч на 8 октября, через субботу. Через субботу? Возможно, это отличится. У нас асмитализм подокупный стоит. У нас композитор... КОНЕЦ 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 КОНЕЦ